Даже не пикать. А даже если он захочет, можно, конечно, тихо-тихо-тихо. То есть вот таким вот путем можно сделать, заезжать, но не более того. Эти железные рельсы появились на крыльце мэрии сегодня утром, но даже по ним Георгию Никифоровичу без посторонней помощи на крыльцо не заехать. Швеллеры кривые и скользкие, поручней нет. То, что там два швеллера этих лежат, они, ну я так называю, это бессмысленные просто поставили. Во-первых, в первую очередь, он ни к чему там, на коляске не проехать, на железном фантусе не проехать. Она будет скользить, и можно перевернуться. Сегодня пантус тестировали по просьбе мэрии, а установили его по инициативе общественников после того, как 87-летняя пенсионерка сломала здесь ногу, пытаясь попасть на прием к властям. Аркадий Волков в тот день пенсионерку спасал, а сегодня установил рельсы. Только вопрос, зачем, когда бабушке нужен был поручень. На тот момент, когда мы женщину подняли, вызвали скорую помощь, а сейчас в скорой помощи не просто носилки, а носилки на колясках, каталки такие. И даже спустить ее сложно было, потому что она сама по себе, каталка, очень тяжелая. Она такая габаритная, да, и плюс человек еще, если под 100 килограмм. Его было очень сложно, тем более, когда человек травмированный, его вот кантовать по вот этой лестнице очень сложно. Даже если забраться по этому пандусу на крыльцо у людей с ограниченными возможностями и получится, то вот попасть на прием к депутатам вряд ли, поскольку кнопки вызова сотрудника здесь нет, а испытание их ждет уже на входе. Из вот таких двух дверей и лестницы. Конструкция обошлась активистам примерно в 10 тысяч рублей. Установлен пандус законно. Администрация дала добро накануне, согласовав проект за сутки. Вот только сегодня резко передумала, у них уже есть благоустроенный пандус на втором крыльце, ближе к часам. А новые швеллеры на входе в горсовет после полудня оказались не нужны. А зачем давали тогда разрешение на его установку? Было принято решение пойти навстречу депутату, чтобы он смог проявить инициативу. Ну, соответственно, по результатам мы видим, что инициатива депутата Волкова неправильна. То есть, грубо говоря, из всего этого вы решили устроить немножко такое шоу небольшое? Сначала разрешили, а теперь вот... Если можете понять, что шоу устраиваем не мы, то есть не мы, мы не заставляли депутата строить это сооружение. Теперь чиновников волнует другой вопрос. Как демонтировать пандус, на который они же сами еще вчера дали добро? Виктория Столярова, Александр Тропин. Новости ТВК.